Всем привет и вы смотрите Дашвотик цветочек. Мы решили делать очередной химический цветной опыт. Ну скорее всего сегодня у нас будет не химический опыт, а колдовское зелье. Будет ими химией заниматься, а колдовать. Поскольку к нам сегодня пришла маленькая ведьмочка Даша, она и будет колдовать или помогать поколдовать. Итак возьмем стаканчик, нальем в него немножко водички, возьмем пол чайной ложечки сахара, тоже добавим водички. Ведьмочка помогите мне размешать, придерживайте одной рукой. Наша ведьмочка помогает нам делать колдовское зелье. Делает нам водный раствор сахара. Пока нам мешает сахар мы добавим совсем немножечко пермонатокалия, известного вам уже по предыдущим опытам с вулканом. Марганцовка. Да, в простонародье. Спасибо за раствор. Сахарный раствор. Теперь размешаем. Сахарный раствор? Ну да, там ничего страшного. Валичка и сахар. Наверное сделаем чуть более насыщенным раствор марганца. Розовики, да? Ну еще приставики не все растворились. Видишь внизу, как они растворяются. Видно? Как вороночка такая, да? Вороночка смотри, да? Уже сама по себе колдовское зелье получается. Да. Как? Прикольно? Да, как это? Смерч. Смерч. Смерч, так, как смерч. Поскольку мы вращаем, возникает центробежная сила в жидкости и все завихрения происходят в центре. Да, действительно напоминает смерч. Ну, я думаю, пора переходить уже к основному опыту, да? Угу. Есть у нас еще гидроцит натрия, гидроцит натрия, тоже известный вам по предыдущим нашим опытам. Покупали мы и показывали вам все для очистки труб. Сейчас он уже чистый, едкий натрия. Добавляем его буквально немножечко в наш раствор сахара в воде. Размешаем еще марганцовку. Видите, она становится более насыщенной. Более такого малинового цвета. Ну и что, будем делать ведьмино зелье? Теперь добавим нашу смесь. Сахара и едкого натрия в марганцовку. И смотрим, что происходит. Ух тышка! Какого она цвета становится? Зеленый! Настоящая ведьмино зелье! Друзья, в этом ведьмино зелье, а точнее, химическом опыте, происходит реакция окисления сахара марганцом. Итак, было фиолетовое, стало зеленое. А теперь какое, Даша? А? Какое, какое? Смотри, какого цвета становится? Желтый. Желтый. Это так называемый химический светофор или химический хамелеон. Ну а у нас это ведьмино зелье. Правильно? Угу. Потому что есть Даша. Даша ведьмочка. Тебе понравился опыт, Даша? Будем еще делать дальше опыты? Да. Друзья, мы решили продолжить опыт с нашей ведьминой жидкостью, или так называемым химическим хамелеоном. Ну а теперь на его примере решили показать вам многослойные жидкости. Мы подготовили раствор марганца. Добавим к нему щелочь. Наше средство для очистки труб. Как видите, ничего не происходит, поскольку марганец окисляет именно сахар. И теперь на дно нашего раствора мы нальем сахарный сироп. Поскольку сахарный сироп тяжелее, чем наш раствор, он будет оседать на дне. И смотрите, что происходит, друзья. Видно? Половина жидкости у нас как была, так и осталась малиновая. Одна часть стала зеленой, а нижняя часть желтой. Посмотрим эту реакцию, пусть она пройдет до конца. Вот такая у нас получилась многослойная жидкость. Желтая, зеленая, малиновая. Какой на дне цвет у нас? Желтый, зеленый, фиолетовый, розовый, фиолетовый. Вот друзья, при помощи этой реакции мы получили многослойные жидкости. Видите, внизу желтый, затем зеленый, салатовый. Салатный думаешь, да? Нет, смотри, желтый, салатовый, зеленый, фиолетовый, розовый, опять фиолетовый. Ну что, получилась твоя ведьмина жидкость? Многослойная ведьмина жидкость, да? Ты довольна? Да. Продолжаем, друзья, теперь будем делать обесцвеченное ведьминое зелье, да? Саш, стаканчик наливаем воды. Добавляем раствор бриллиантовой зелени. Раньше он почему-то был зеленый, а теперь он синий. Нам для опыта сойдет, и это не важно. У нас получился вот такой вот раствор. Будешь мне помогать? Что? Помогать мне будешь? Да. Теперь добавим перекись водорода. Буквально немножечко. Давай, сейчас, подожди. На. Не все. Сюда? Да, сюда выливай, только не все. Выливай, не бойся. Хватит. Так, добавили перекись водорода. Сиде, Даша. И ничего не будет на руках, не переживай. И теперь добавим нашу щелочь, едкинатор. Делаем что? Ведьмина зелья. Папа, как у тебя получилось? Ведьмина зелья? Папа, как у тебя получилось? Ну, ты же ведьмочка, ты наколдовала. Вам понравилось? Да. Если понравилось, друзья, что? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И все, будем делать опыты? Да. Хорошо. Друзья, чуть не забыли, при помощи этого опыта можно вывести зеленку частей тела, с вещей, с предметов, куда она случайно попала. Естественно, для этого нам щелочь, натрий-ОАЖ, средство, которое находится в средстве для прочистки труб, не подходит. Поэтому мы можем использовать вместо щелочи наш отельный спирт, так же само перекись водорода, наш отельный спирт и очищаем наши места, куда попала зеленка. Теперь точно пока-пока и всего доброго. Пока-пока.